Тебя учат тому, когда, в какое время суток происходит больше аварий. Какая категория людей по гендеру, по возрасту чаще подвержены совершению аварий. Ты думаешь, такие прагматичные шведские правила сработают на чеченцев? Народ же темпераментный. Мне кажется, шведская тема в Чечне не прокатит, так как народ темпераментный не согласен. Конечно, не согласен. Мы здесь, чеченцы, живем в Швеции, и у нас прокатывает. Брат, какой концепт в ПДД Швеции тебе больше всего понравился и почему? Какой концепт мне понравился больше всего? Мне нравится подход шведов, с которым они подошли к теории правил дорожного движения. Эта теория гласит, то есть принцип подхода гласит, что приоритет отдается не правилам дорожного движения, то есть не следованию этим правилам, букве закона, так скажем, а приоритет отдается ситуации. И в ПДД, в самой теории, так и сказано, что правила дорожного движения, да, это как бы основа, но бывают ситуации, когда для избежания ДТП лучше нарушить правила дорожного движения. И это вот очень важный такой момент, которого я нигде не встречал в России, я такого не встречал. В России, наоборот, как вы знаете, есть вот этот вот тупой подход, который дает возможность для коррупции этим гайерам. Это когда, допустим, вот в правилах написано, что нельзя пересекать сплошную. И все, и вот он стоит, охраняет эту сплошную где-нибудь даже на постах, многие с этим сталкивались, я уверен. И ты вот, допустим, тебе нужно повернуть, ты поворачиваешь, и задним колесом ты так немножко, допустим, задел вот этот уголок этой сплошной линии, где она вот заканчивалась, я так уголок немножко задел, и тебе гаишник основной говорит, стоп, говорит, все, ты нарушил правила дорожного движения, у тебя изъятие прав, представляете, что он вам меняет. То есть вот эти вот моменты, в Швеции вы такого не встретите здесь, нет вообще такого тупого подхода, когда тебе, когда кто-то говорит, что ты вот наехал на сплошную. Здесь, кстати, вообще вы знаете, что здесь нарушить сплошную, это как бы не такое преступление. Здесь преступлением считается не остановиться на стоп-знак, допустим. Вот за это тебя могут лишить вообще прав. То есть это считается серьезным нарушением, а пересечение сплошной линии не считается таким вот уж серьезным нарушением. То есть вот этот вот сам по себе подход, он, я считаю, очень правильный. Плюс вот эта нулевая концепция, которую придумали в Швеции, разработали, и ее отсюда уже для себя импортировали много, многие передовые страны, такие как США, например, страны Европы. Малайзия, по-моему, тоже седьмая Япония. Это концепция, что мы не можем предотвратить ошибок людей, но мы должны сделать так, чтобы эти ошибки не приводили к смерти или к серьезным повреждениям. Вот это вот просто очень крутая система, когда закладывается, то есть в проект дороги, в проект автомобиля, везде закладывается возможность ошибки водителя, потому что люди ошибаются, все сильные дома ошибаются. Но они делают дороги таким образом, чтобы в случае ошибки человек не погиб или не получил какие-то серьезные травмы. Они делают машины с учетом того, что он будет ошибаться, но в случае ошибки, чтобы он не погиб или не получил серьезные травмы. Скоростной режим. Вот это все-все-все-все делал таким образом прорабатывается, чтобы люди не погибали. И поэтому Швеция это number one в мире по количеству погибающих людей, ну то есть по меньшему количеству. Здесь меньше всего на планете людей погибает в ДТП в год. Меньше всего. Представляете? Это уже о многом говорит. То есть концепция работает, подход шведский работает. Ну вот в вопросах сдачи экзамена, как я говорил в своем ролике, если кто смотрел, здесь конечно они, к сожалению, у меня такое ощущение, что вот эту тему разрабатывали какие-то выходцы из Советского Союза. Тут они конечно подошли как-то не, ну не так как они подходили к теории, не так трезво, не так грамотно. Тут они просто взяли и какие-то вот машинальные вещи туда воткнули и все, вот если вот здесь по сторонам не посмотрел, то не прошел. То есть тут конечно эта система дала сбой. Ну я надеюсь, что они это все со временем может быть подправят. Будем надеяться. Ну и еще я вам скажу, что я заметил, путешествуя по странам Европы. Я заметил, что шведы наиболее следуют своим правилам дорожного движения, то есть соблюдают правила дорожного движения. И безопасность на дороге, она в Швеции выше, чем даже в соседней Норвегии. Я заметил, что соблюдение скоростного режима шведы в большинстве своем его соблюдают. Это не значит, что вы не встретите на автобане людей, которые там допустим будет ограничение 120, вы будете ехать 120 и что вас не будут обгонять. Да, такие чуваки будут, но они, если вы сравните это допустим с той же Польшей, в Польше вообще не соблюдаются. Скоростной режим на автобанах вообще не соблюдается в Польше. В той же Норвегии, я наблюдаю даже за нашими соотечественниками, как они ездят, там как-то... То есть я думаю, моя гипотеза, почему это происходит, я думаю, что это вот как раз из-за вот этого подхода к получению прав к теории. Здесь во время теории, когда ты ее изучаешь, ты получаешь вот эту вот информацию, настолько доступно ты ее получаешь, что ты сам с ней соглашаешься. То есть нет такого зазубрить и сдать. Ты ее читаешь и ты понимаешь, что она сделана очень грамотно, что вот эти скоростные режимы, ограничения тебе показывают, почему это сделано. Ты очень много информации получаешь, которая тебе кажется ненужной, то есть статистика, там сколько людей погибает в ДТП в Швеции в год от алкогольного опьянения, то есть ДТП совершенный алкогольным опьянением. Тебе нужно учить статистику, допустим, сколько процентов аварий бывает, одиночных аварий, сколько бывает аварий с выездом на ДТП. То есть поначалу тебе кажется, зачем мне эти статистические данные, для чего они. Но потом ты понимаешь, что знание этих данных тебе дает возможность оценивать риски. Тебя учат тому, когда, в какое время суток происходит больше аварий. Какая категория людей по гендеру, по возрасту чаще подвержены завершению аварий. Вот эта вот вся информация, она у тебя где-то откладывается подсознательно. И ты, когда ты уезжаешь на дорогу, ты уже оцениваешь эти все моменты. Ты смотришь, так, старик, ему явно за 70 лет, значит, у него проблемы со зрением, значит, у него проблемы с реакцией. И скорее всего он будет сейчас тупить на перекрестке. Понимаете, вот это знание этой статистики тебе дает эту информацию. Ты также, ты в этой статистике узнаешь, допустим, что наиболее подвержены авариям молодые люди, именно парни, возрастом там вот 18 до 22, и особенно когда они едут в компании. И вот ты уже на дороге, когда ты видишь таких чуваков в машине, молодые ребята, компания, ты такой, опа, это потенциальная опасность. Понимаете, вот эта информация, которую ты получил во время теории, ты ее используешь. Потом очень много там бывает в теории такой информации, как на математическое вычисление. То есть тебе говорят, допустим, вопросы бывают. Если ты едешь со скоростью 70 км в час и подъезжаешь к автобусу, до него остается 10 метров, и из автобуса выходит ребенок, то в момент твоей остановки, твоей реакции, то есть когда ты нажмешь на, или ты начнешь реагировать, какая будет твоя скорость в момент столкновения, и ты берешься за голову и думаешь, блин, это же мне отдельный институт надо оканчивать, какой-то физико-математический, чтобы эти вещи вычислять. Потом ты, там сама теория тебе подсказывает формулу, всю информацию тебе дают, ты потихоньку начинаешь это догонять, не сразу. Поначалу ты просто нервничаешь, ты не понимаешь, ты проклинаешь тех, кто это придумал. А потом ты начинаешь это понимать, и ты, у тебя уже потом, смотрите, как ты это применяешь. Когда ты едешь по шведским городам, и ты видишь остановившийся автобус, у тебя моментально вот эта вот информация в голове срабатывает. Так, я еду сейчас вот столько, если сейчас выйдет человек, я не успею остановиться. Или если я его собью, то я его собью на скорости, там, 50 км в час. Тут же работает статистика, эту информацию тоже получают, что при скорости 50 км в час процент выживания людей при таком сбитии, он равен 60%. Процент выживаемости при скорости 90 км в час, если ты сбил, равен нулю. То есть вот эти вот все моменты у тебя уже, понимаете, мозг так работает, что он это все впитывает, и он в нужный момент тебе кидает эту информацию. Чувак, вот, бери, бери. И ты начинаешь это использовать. И поэтому я заметил, что в Швеции дорожная ситуация, ну, как это сказать, ситуация на дороге, она гораздо более безопаснее, чем в других странах ей была. Так что, респект. Я считаю, что многие страны, наши, в том числе, не исключение прекрасных течений будущего, мы должны, я думаю, этот концепт импортировать из Швеции. Не согласен, что шведы больше соблюдают ПДД, чем Норвегия. Ну, я не буду на эту тему спорить, я как бы свое наблюдение говорю, так как я перемещаюсь как бы то, что я вижу, и исходя из этого, у меня, по крайней мере, вот такое мнение сложилось. Не обязательно, что оно правильное. Со мной можно, конечно, не согласиться. Кто-то может посчитать, что, в принципе, эта теория в Швеции, она ненужная, что она неправильная, что она неэффективна. Это все-таки субъективная такая точка зрения. Здесь я не претендую на истину в последней инстанции. Очень много езжу в Швеции и Норвегии, согласен с Тумсо, что шведы очень соблюдают ПДД, а то, что творится Франция и Бельгия, то это беда. Вот человек со мной согласен. Тумсо, ты думаешь, такие прагматичные шведские правила сработают на чеченцах? Народ же темпераментный. Мне кажется, шведская тема в Чечне не прокатит, так как народ темпераментный не согласен. Конечно, не согласен. Мы здесь, чеченцы, живем в Швеции, и у нас, ты знаешь, прокатывает вот эти правила, все у нас прокатывает. Если хочешь нарушать, ну попробуй. Один раз нарушишь. Вы знаете, какой подход? Вот я, например, сейчас получил права. У меня два года, это такой испытательный срок. Если я за эти два года дважды совершу одно и то же нарушение, у меня изымут права и отправят меня обратно сдавать теорию, экзамен на вождение. Все снова придется делать. А если ты после этих двух лет, после испытательного срока, допустим, все нормально у тебя прошло, то ты, если опять-таки совершишь два раза одно и то же нарушение, полиция имеет право точно так же отправить тебя снова на пересдачу. Потому что повторное или неоднократное совершение одних и тех же нарушений свидетельствует о том, что ты не усвоил. Понимаете? Вы поймите, что нет людей, вот нет такого, что кто-то темпераментный, как народы отдельные люди, конечно, есть, но вот этот народ такой, этот народ сякой, здесь это нет, друзья. Когда тебя начинают наказывать рублем, деньгами, здесь кронами, когда тебе за твоим нарушением следуют какие-то проблемы, которые опять-таки бьют тебе по карману, когда тебе нужно что-то учить, ты хочешь, не хочешь, ты начинаешь подчиняться. Поэтому, конечно, сработает. Субтитры создавал DimaTorzok